Всем привет! В эфире Этнографика. И это, наверное, первый такой выпуск будет, который я решил запустить. Выпуск новостной. Как вы заметили, я давно уже не выпускал своих каких-то видеороликов лекционных, таких студийных. Потому что у меня просто нет времени сейчас на это. Они требуют больших затрат при подготовке материала, монтажа и, в общем-то, выпуска. Сейчас, к сожалению, такого времени нет. Но оставлять канал совсем не хочется. Если вы заметили, я в сообщениях в последнее время стал публиковать какие-то посты. И, ну, может быть, не все их читают. Поэтому я решил сделать такую специальную рубрику, еженедельную. Рубрика новостей. Дело в том, что я сейчас очень много пишу в Инстаграм, в Яндекс.Зен, в разных источниках, в общем, в СМИ. И чтобы все это как-то вот собрать воедино, я решил сделать такую новостную ленту. Раз в неделю я на Ютубе буду рассказывать вам о тех постах, которые я написал, или о тех, допустим, статьях. Давать ссылки в описании к ролику для того, чтобы вы могли, в общем-то, тоже быть в курсе всех этих дел. Ну и лекции как бы буду записывать постепенно, по возможности. Итак, первый выпуск. Дело в том, что к этому времени уже накопилось достаточно много постов. Поэтому первые выпуски будут у меня о старых постах, если вы их читали. Потихонечку нагоним. Этот процесс и будет еженедельно более актуальная информация выходить. Расскажу вам о постах, которые публиковались, например, месяц назад. Примерно семь штук в неделю. Мы поговорим о них. Вы почитаете, посмотрите, перейдете по ссылкам, если вам будет интересно. И призываю вас также участвовать. Каким образом вы можете поделиться какой-то информацией семейной. Может быть, какая-то семейная история есть интересная. Или вы можете что-то знаете, там, по археологии. Или, может быть, какие-то открытия были, что-то я упустил. В общем, если вы знаете что-то, что было бы интересно осветить широкой публике, я могу это сделать. В общем, просто пишите мне сообщения в комментариях об этом здесь. Итак, поехали. Первый выпуск. Началось все с выпусков, в общем-то, случайных, касающихся вина. Первым постом оказался, ну, первым постом, который вызвал, в общем-то, бурную реакцию, обсуждение, это была история Абрао-Дюрсо. Если вы знаете, есть такой поселок в Краснодарском крае, недалеко от Анапы, там сейчас, ну, там, в принципе, всегда был винный завод и сейчас это очень раскрученное туристическое место. Но не все знают, что Абрао-Дюрсо имел конкурента. Абрао-Дюрсо это царские винодельни, а был еще мощный конкурент у него до революции. Называлось это место имение Джанат. Джанат был вторым по производству вина и шампанского в России, а владел им кабардинец Тлюстамбий Шарданов, если точнее быть Тлюстамбий Гамидович Шарданов. Это был двоюродный брат железнодорожника Батербека Шарданова. Я как-то о нем говорил в одном из выпусков про меценатов Екатеринодара. Очень известная в Краснодаре личность, ну, часто, конечно, в определенных кругах, но в свое время очень известная. Ему принадлежал дом на улице Красной 13, в котором сегодня находится музей, картинная галерея, точнее, Коваленко, художника. Так вот, Батербек Шарданов это крупнейший меценат Екатеринодара Кубанской области в свое время был соучредитель черкесских благотворительных обществ, совместно с Люд Раховым. Очень крупный бизнесмен, при этом был. Очень большую часть жизни он посвятил карьере железнодорожника. Ну и, конечно, как и братья, увлекался виноделием. Он недалеко от имения дженат и тоже в свое время развил винодельнием. Его двоюродный брат, этот Тлюстамбий Шарданов, он, да, первым основал владения такие недалеко от Абрау. Ездил во Францию, специально учился, и вот привез оттуда сорт вина Шардане, в честь фамилии, естественно. Некоторые думают, что, может быть, это произошло от фамилии, но нет, Шардане существовало давно. Просто такой удачный пиар-ход. И еще эту идею подхватил еще один их брата Юрны, Якуб Шарданов-младший, который реализовывал вино в Анапе. К сожалению, о самом имении дженат мало что известно в течение его судьбе. То есть, скорее всего, национализировали, и оно исчезло. В принципе, такая же история постигла и самих владельцев братьев Батребек Шарданова, Якуба и Тлюстамбия. Мы ничего толком не знаем о том, как сложилась их судьба, скорее всего, плачевно после революции. Сам Шарданов, по всей вероятности, успел уехать уже в престарелом возрасте. Потому что, говорят, в двадцатом году его видели в Лондоне. Он выступал вместо отца на свадьбе Елены Бабыч, это дочка последнего наказанного атамана Кубанской области, Михаила Бабыча, которого зверски убили коммунисты. И вот, по словам из семьи Шардановых, сам Батребек Шарданов скончался в тридцать седьмом году в Италии, дожил до такого преклонного возраста. Но о его потомках в России я тогда решил рассказать в другом посте, чуть позже. Ну а что касается царских мини в Абрау-Дюрсо, они были национализированы большевиками в двадцатых годах и первым секретарем ячейки рабочекоммунистической партии, вот в этом вот Абрау-Дюрсо, по ирунии судьбы, оказался Шахан Гирейко Хакураты. Шапсук, основатель коммунист, основатель, скажем так, первый секретарь Адыгейской автономной области и, в общем-то, ее единый создатель, который ее пролоббировал. Ну и следующий пост у нас будет посвящен как раз таки семье Батребека Шарданова. О ней хорошо описано в книге «Дом Батребека Шарданова», которую выпустил Иван Ващенко. Это заведующий отдела изучения галереи как раз таки Коваленко. И хорошо об этом описано также в авторских блогах Светланы Сынча в живом журнале, в Live Journal. Она очень много писала на эту тему, связалась с родственниками. Так вот, что они пишут. Родная дочь Батребека Гошлепа Шарданова, такое не очень, конечно, благозвучное имя, но это просто ужасное искажение, на самом деле. Гошлеп, прекрасная девушка с черкесского. Ее второе имя было Кунана. И вот в замужестве она взяла фамилию Шипшевых. Отсюда, получается, Шардановы стали еще и Шипшевы. Кстати, сами Шардановы, насколько мне известно, происходит этот род от главного муфтия, такого имама Кабарды еще в 1797 году, который такой статус получил. Так вот, после эмиграции Батребека эта семья Шипшевых уже жила долгое время в Кисловодске. Там, кстати, очень много еще осталось их потомков. А уже внучки из этого семейства заполнили, как бы так, семейное древо Шардановых фамилии Жогишевых. Эта вид семьи представлена тоже в Кисловодске и Нальчике сегодня. И многие этих представителей этой семьи, к сожалению, прошли через репрессии 30-х годов. Пострадали очень многие. Часть ветки эмигрировала в США, где живут сегодня их потомки. Известны имена, например, Бепса и Кристины Шардановых в США. В Иордании очень много живет по одной из линий Шардановых. Они переселились туда еще до революции. Это был двоюродный брат Батребека, Муса Шарданов. Сегодня они представлены там Фейселом Шарданом. Его дед Муса Адилбек Мирза, Муса Магомед Шардан, был военным анташе в иорданской армии арабской. Известно, что в Иорданию перебрались они до революции. Сначала как бы в Сирии поселились, потом оттуда переехали уже в Иорданию. Из троих братьев Батребека, Измаила, Исуфа и Берда, наиболее раскрыта история Берда как раз таки. С 1909 по 1914 годы он был в Екатеринадаре, состоял тоже в Черкесском благотворительном обществе. И потом, взяв опыт именно организации этого благотворительного общества, он уехал в Кабарду и в Нальчике в 15-м году организовал свое общество. Называлось оно «Общество распространения образования среди кабардинцев и горцев Нальчикского округа». Известно, что он участвовал в Первой мировой войне, потом сражался в Гражданскую войну в 1-м Кабардинском конном полку, в Кабардинской конной дивизии. Сражался он на стороне белых, как понятно, и естественно, когда они проиграли, он залег на дно в сельской местности и старался не привлекать себя вниманием, занимался сельским хозяйством, но, к сожалению, это не уберегло его, и в 1928 году большевики все-таки нашли его и расстреляли. Больше подробностей вы можете найти у Светланы Сынча в ее живом журнале, ссылочку даю в описании к данному ролику. Итак, следующий пост у нас был также органически связан с вином, так уж пошло, тема пошла винная, и мы продолжаем эту историю. Собственно, пост этот возник из вопроса, который задал один из подписчиков, который спросил его, собственно, а виноделие это было развито у черкесов? И раз уже занимались Шарданова, то, наверное, какие-то предпосылки к этому были? Действительно, виноделием занимались большей частью убыхи в Сочинском районе, особенно в Ардане, это прям было очень такое развитое место виноделия, ну и, естественно, немножко и шапсуги, которые жили погранично с убыхами, тоже этим занимались, но и оно и по сей день там достаточно развитое. Тамара Половинки написала в своей книге аборигены кавказского при Черноморье, культура жизненное обеспечение, что, например, в качестве крепления для белых сортов использовалась шелковица для красных ольха. На севере побережья полоса виноградников доходила до реки Аше, где основная часть произрастала на месте современного аула Шхафит. Виноградники росли в 3-5 километрах от моря на солнечной стороне склонов. Убыхский вокруг Вардане был буквально покрыт виноградниками. Через 6-7 лет по уходу черкесов в Вардане собирали еще по 2-3 тысячи ведер вина. Новые поселенцы находили в земле большое количество крестноглиняных кувшинов, местной работы от 10 до 20 ведер емкостью каждой. По сообщениям английского путешественника Джеймса Белла, на правом возвышенном берегу реки Сочи виноградник тянулся почти на протяжении одной мили и являлся общим достоянием соседей. Сохранилось несколько сортов винограда, убыхского. Там такой спорный вопрос, поскольку в их названии слово саны, а саны это, в принципе, вино саны называлось на языке черкесском, и тут как бы спорят иногда, то есть просто ли это вино или прям какой-то сорт конкретный. Вот, например, есть такие унуха Тхагушева адыгского агронома, очень известного, который написал две замечательные книги о черкесских сортах фруктовых именно, и в том числе виноградниках. В общем-то, он их описал и восстановил. И у него есть такое описание, что есть сорт Санхурай или Санокепль кичмайский, Санеф кичмайский белый, Санатх виноград хватающий, Бечепль лиса бурая, Чунева ловья ока. И написали, что вот путешественники, тот же Джеймс был, писал, что черкесские сорта винограда делались из черных сортов, которые заменила позже Изабелла, и были достойные по вкусу на уровне, в общем-то, тех же французских вин. И есть сведения от местных жителей на побережье, что в лесах до сих пор встречаются дикие виноградники, их мало, но они бывают, оплетенные старые вот эти деревья, еще сохранившиеся от садов, там вот дикий виноград на них поверх оплетется. Иногда из него делают вино. Местный житель, да, рассказывает, называется обычно, я его называю Хачеч, ну, в одном из вариантов, не только так называют. И такое встречается. Следующий пост у нас был обзорный, и в нем я рассказывал о священных деревьях. Тут же одна из таких популярных веток. В данном случае я хотел обратить внимание на проект Станислава Новгородцевой, это фотограф, такой в России молодой фотограф, и одним из ее проектов были как раз священные дерева причерноморских адыгов-шапцугов. Она приезжала пару лет назад на побережье, проехала по всем аулам, и проект каким образом состоялся? Она повстречалась с старейшинами, поговорила с ними, и вот они приходили к священным деревам, которые есть сегодня почти в каждом ауле шапцугов, и вот под этими деревьями остается старейшина, вся его семья выстраивалась, и она их фотографировала, и вот эти фотографии стали частью такого проекта. Найти его сегодня несложно. В интернете, в инстаграме у нее есть свой аккаунт в интернете, и можно поискать под названием «Жертвоприношение у грецкого ореха». Очень много написали СМИ разные об этом проекте, в том числе и в Турции. И еще я знаю, что, ну как пока мере в прошлом году, в этнографическом музее поселка Лазаревская была отдельная доска, посвященная этому проекту. В общем, если будет у вас возможность, ознакомьтесь, посмотрите фотографии, ссылки в описании к этому видео. Я как-то уже упоминал про черкесского просветителя Сильферби Сиюхова, но вот Сильферби Сиюхов часто указывал, что одним из факторов, который мешал просвещению черкесов до революции, было духовенство, которое сопротивлялось этому просвещению. Но был пласт священников, который наоборот выступал за, даже такие вот были священники, которые участвовали в черкесском благотворительном обществе, и среди них был, Эфенди Измаил Бекух из Аула Шинджи, с совещательным голосом как раз таки в этом обществе состоял. И вот он как раз таки занимался этими вопросами, помогал просвещению, но речь в посте шла о Ахмеде Бекухе, его сыне, который был одним из первых учеников вот этих курсов, организованных черкесским благотворительным обществом, он выпускник этой школы, и благодаря ему появился один из вариантов довольно устойчивых адыгейского, именно адыгейского, то есть западно-черкесского алфавита, на арабской графике основанной которого он разработал в двадцатые годы. Выпускали газеты, книги первые советские, на грамматику, на этом как раз таки алфавите. Букварь появился, его авторство, и быстро этот превратился прямо в настольную книгу для черкесов, для мусульман. И вот этот язык, букварь, продержался вплоть до тридцать шестого года, если не ошибаюсь. Ахмеда выбрали потом Эфенди в родном ауле, но он был вынужден нагревать Турцию под давлением советской власти, которая сопротивлялась как раз таки религиозному просвещению. Но интересно, что там в иммиграции он в Каире успел окончить университет духовенства с отличием. Есть потом такие сведения, что он все-таки вернулся в советское время в Россию, и, к сожалению, был подвергнут ссылкам, в которой и погиб. Такая вот неприглядная судьба у человека оказалась. Однако наследие осталось, и все о нем помнят. И два последних поста у меня было посвящено на нальчикской теме. Это парк от Жукина, лесопарк, его истории. Парк этот появился в середине 19 века, когда была такая в России идея, еще организованная князем Голицыным, о том, что по Северному Кавказу надо разбивать лесопарки, культурные парки по европейскому образцу, которые должны быть такими местами отдыха. И начали туда завозить со всего мира разные фрукты, овощи. Распорядился он развивать его, но как-то процесс тяжко шел. Именно смысл в том был, чтобы передать как бы участки на попечение этим кабардинским князьям, аристократам, которые будут своих людей использовать для их развития. И вот как бы в 1946 году эта идея была подана, ну, не дождались. Потом наместник Воронцов ее пытался продолжать. В 1960-е годы парк вообще забросили из-за того, что он затратный оказался. Вот именно тогда его передали Атажуке Атажукину, князю Кабардинского, который был офицером, владел как раз такими большими землями на Баксане. И он решил возродить этот парк и все-таки закончить эту идею его развития. Подготовился хорошо, начал этот процесс, но, к сожалению, не дожил до финальной стадии. В 1972 году умер и, к сожалению, сад снова запустел. И вплоть до революции, в общем-то, с переменным успехом он в таком полузапустелом виде находился. В революцию, в гражданскую войну, в общем-то, было не до парков всем. Голодающие жители повырубали очень многие деревья на дрова, на пропитание. И вот на остатках уже сада, в 2022 году, уже в новом таком курортном формате, основали уже современный Атажукинский сад, которым он сегодня, скажем, и существует в том виде. Там же появился позже и подъемник на гору Сесрука, и были использованы некоторые воды, скажем так, которые там еще до революции пытались развивать, полезные. И вот, когда появился этот пост, он вызвал бурю такую эмоции, связанную с тем, что в нем не было упомянуто о том, что сад был там раньше. И вот в этом смысле я хотел сделать одну такую помарку. Дело в том, что пост посвящался Атажукинскому саду конкретно, то есть тому саду, который существует сегодня, а не вообще садоводству черкесскому. Конечно, до сада при крепости Нальчик, там существовали, еще до крепости Нальчик, там существовали определенные аулы владельцев, даже и фамилии их известны, Напцевы, Выковы, Тластаноковы, Акзаковы, Токулановы и другие, которые были уничтожены при пристройке крепости. Сады от них, естественно, остались. Но сады эти были не в формате, скажем так, сада культурного, культурно-извлекательного. И не сада для снабжения больших групп населения. Это были сады, при аулах небольшие сады именно черкесского образца, которые снабжали их жителей пропитанием. Так что какое-то время там, да, Аслабек Кайтукин, например, проживал и развивал эти сады. Но проблема-то в том еще, что сами сорта черкесские, именно яблонь, допустим, груш, они не очень-то подходят для такого масштабного широкого применения. Их несколько сложно собирать, они довольно высоко, в высоких кронах растут. Они вкусные, но они маленькие, допустим. Естественно, при развитии полноценного европейского сада было принято решение брать крупные сорта, очень плодоносные, которые зарекомендовали себя именно в более-менее промышленных масштабах со стороны всего мира. То есть, с всего мира собирались те сорта, которые были развиты там. И это как пример, допустим, есть жордиолы кубанские, есть априкос крупный, априкос армянский. И, естественно, как бы коммерческая ценность у них разная. И таким образом, да, была не очень понятна такая претензия в том, что не было упомянуты предыдущие сады, как будто бы специально это было сделано. При том, что, в общем-то, значения для данного поста нет, для истории конкретно Туржопинского сада. Ну, просто, видимо, желание такое во всем искать только плохое и выходить на негатив. Ну, мы привыкшие, нам чего терять. На этом все. Наверное, такой обзор недельный, да, семи постов я сделал. В следующий раз будут еще семь постов следующие, ну и так далее. Буду стараться делать обзор на то, что публиковалось за неделю в течение, ну, хотя бы раз в неделю, скажем так. И если у вас какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Ну, а все ссылки на какую-то информацию, которая была упомянута в данном ролике, вы можете найти в описании к данному ролику. На этом все. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, такой есть сейчас в Ютубе, чтобы вам уведомления приходили во время о новых роликах. Делитесь с друзьями, пишите комментарии. Ну, в общем, проявляйте активно всяческую, это помогает каналу развиваться. До новых встреч, всем пока.